Физкульт привет! Друзья, подписчики, те кто случайно наткнулся на мой канал и все те, кого интересует тема тренинга с железом, особенно тема натурального тренинга. О чем хочу сегодня поговорить? Во-первых, друзья, когда вы задаете вопрос, смотрите, пожалуйста, предыдущие мои видео-выпуски, читайте статьи. Большинство вопросов, которые вы задаете, открывается, раскрывается в предыдущих темах, как в видео, так и в статьях. И еще прошу тех, кто хочет накачаться за месяц, даже за неделю бывают такие, или кто ждет результата после трех месяцев тренинга, шикарных изменений, не пишите мне, я не могу помочь, я не волшебник. Если вы настроены на тяжелый труд в тренажерном зале, на кухне, если вы готовы спать минимум 8 часов в день, тогда пишите. Для новичков пишите сразу, что вы новичок, и я вам скину информацию о том, как вам начинать тренироваться. Это практически два года тренинга. И сразу же скину вам о том, как переходить грамотно на правильное, а правильное это полноценное питание. Не важно, парень вы, девушка, пишите, у меня есть программы, как для девчонок, так и для парней. Не важно, сколько вам лет, вам в любом возрасте будет полезно начать тренироваться, начать правильно питаться. Вы все знаете, что после 30 лет наш организм начинает усиленно терять мышечную массу. Естественно, в связи с физиологическими особенностями мы начинаем накапливать больше жира, потому что малоподвижный образ жизни, сидячий образ жизни, неправильное питание приводит к этому. В итоге мы с вами выглядим непонятно как. Но есть спасительный круг, спасательный круг. И это, естественно, занятие с отягощениями. В первую очередь, мой канал направлен для тех, кто хочет быть здоровым. Все свои рекомендации, тренировочные программы, питание я составляю через призму здоровья, сохранения и улучшения. Вы все прекрасно знаете, что у меня межпозвоночные грыжи и протрузии, которые беспокоили меня. Меня лечили одни из лучших врачей. В итоге, через 3 года такого лечения, мне становилось все хуже и хуже. Пришло до того, что 7 самых сильных обезболивающих таблеток не приносили мне никакой помощи. Пока я не взялся сам за себя. И скажу вам сразу, нет никакой волшебной пилюли. Не для того, чтобы избавиться от жира. Не для того, чтобы накачать мышечную массу. Не для того, чтобы избежать боли и проблем с позвоночником, либо с суставами. Все в наших руках, в движении, в правильном движении. Хотите быть здоровыми? Тренируйтесь и питайтесь грамотно. В первую очередь, избегайте ударных нагрузок на суставы. Что это может быть? В первую очередь, это бег. Особенно, если вы имеете излишние килограммы. И если эти килограммы превышают 10 килограмм от нормы, то с гарантией вы получите проблему еще и в виде коленных суставов, которые будут вас беспокоить не хуже, не слабее, чем межпозвоночные грыжи. Что я сделал? Те, кто смотрит мой канал, давно знают. У меня уже очень много видео и статей. Кто не знает, пишите мне. Я вам скину информацию об этом. Я собрал как можно больше информации, которую смог найти в интернете, среди своих друзей, среди различных книг. Больше всего мне помогли упражнения из йоги. Я снимал об этом видеоролик, но сделаю еще один в скором будущем, конкретно именно только об этих движениях. И экстензии. Не путайте экстензии и гиперэкстензии. Это два разных упражнения. Оба помогают при проблемах со спиной. Но самые полезные это гиперэкстензии. Есть специальный станок для этого и все пауэрлифтеры, стронгмены, тяжелоатлеты знают и используют его. Если у вас нет такого станка, ничего страшного, можно обойтись и без него. Главное подойти к этому вопросу со смекалкой. Так вот, гиперэкстензии это волшебное упражнение. Если у вас нет проблем со спиной, вы начнете его делать практически на 100% при правильной технике вы никогда не получите проблемы со спиной. Это супер профилактика. Даже если вы не будете делать мою специальную гимнастику, которую я скоммуниздил у йогов. Так вот, один из моих знакомых, когда я еще жил в России, занимался пауэрлифтингом, профессионально выступал на соревнованиях, получил такую травму, что сел в инвалидное кресло. Почти год он был прикован к креслу. Врачи сказали, что навряд ли он даже будет ходить. Но парень не сдавался, начал делать гиперэкстензии. И не то, что начал ходить, он вернулся в большой спорт. Он начал выступать и до сих пор выступает. И ничего его не беспокоит. И я вернулся. И если вам кто-то говорит, что приседать вредно, делать становую тягу вредно. Вредно иметь больную голову. Больная голова, проблемы на вашу задницу. Поэтому не бывает каких-то опасных упражнений. Бывает безграмотность, безалаберность, русская авось. Если вы грамотно, прекрасно, технически образованы, тренируетесь, то любое упражнение будет вам на пользу. Я вернулся уже к серьезным приседаниям. Вот на последней тренировке на ноги я присел с запасом 215,5 килограмм. Вы все видели это видео. Я не просто голословно говорю. На два раза. Нет никаких проблем со спиной. И, естественно, я продолжаю делать каждое утро, каждый вечер, как минимум два раза в день. Это как минимум гимнастику, которая мне прекрасно помогает. Это декомпрессия позвоночных дисков. А вы знаете, когда мы сидим, стоим, ходим, не важно, что мы делаем, поднимаем тяжести, постоянно происходит компрессия. Так вот, нужна декомпрессия. Сразу же куча вопросов приходит. Если висеть на турнике, помогает ли это? Нет. Никак не происходит компрессия. Вот если у вас есть специальный станок, который позволяет закреплять ноги и висеть вниз головой. Это полезно. Это действительно помогает. Но физ на турнике никак не помогает при проблемах с позвоночником. Помните всегда, техника превыше всего. Если у вас в программе, к примеру, в тех же приседаниях есть задача выполнить 7 повторений, но вы чувствуете уже на пятом, что шестое, седьмое будут для вас на очень тяжелыми, лучше отказаться, бросьте штангу, верните ее на стойки. Ничего страшного. В нашем движении, в нашем занятии лучше слегка не доработать, чем переработать. Особенно при неправильной технике. Хотите быть здоровыми? Всегда следуйте этому правилу. Техника превыше всего. Еще вопросы, которые приходят по поводу приседаний и становых тяг при проблемах со спиной. Если вы делали приседания и становую тягу до того, как получили травму, вы обязаны продолжать делать приседания и становую тягу. Но! Есть большое но. Нужно начинать с пустого грифа. Да-да. Потихонечку. Это очень монотонная, пошаговая работа. Вам нужно потихоньку, потихоньку возвращаться. У меня на это ушло пять лет. Пять лет я возвращался к серьезным, тяжелым приседаниям. До этого я приседал где-то около года с пустым грифом. Полгода до этого я жал ногами, вообще не приседал. Хотя это ошибка, нужно было приседать с пустым грифом. То же самое и со становой тягой. Если у вас проблемы со спиной, и вы до этого никогда не приседали, не делали становую тягу, то здесь немножечко другая ситуация. Действительно, сразу при болях, при том, как вы получили проблему с межпозвоночной грыжей или протрузией, не стоит начинать сразу же приседать и делать становую тягу даже с пустым грифом. Но с пустой палкой, либо вообще без веса, либо с палкой от швабры это делать нужно. После того, как вы с помощью гимнастики, экстензии и гиперэкстензии, естественно, избавитесь от болей. Максимум на это уйдет 2-3 месяца. Многие мне пишут, что сразу после первого занятия получили колоссальное облегчение. Я почувствовал облегчение на второй неделе, но у меня был очень сильно запущенный случай из-за врачей, из-за ихних медикаментов, которые мне не помогли ни на грамм, не становилось только хуже. Поэтому я не призываю вас прислушиваться к моему мнению, но если вы доверяете мне, если вы видите мой прогресс, видите, что я избавился от грыж, я спокойно приседаю, делаю тягу за 200 килограмм, я играю в хоккей вратарем, много очень происходит движений, резких движений, скручиваний, которые, естественно, не полезны для позвоночника, особенно для проблемного позвоночника. Но, тем не менее, благодаря гимнастике, благодаря гиперэкстензиям и экстензиям, которые я советую делать в начале тренировки, каждой тренировки и в конце. У меня нет никаких проблем. Чего желаю и вам. По поводу начала тренировок. У меня очень много учеников, которые приходят ко мне после года, двух тренинга, и у них абсолютно отсутствует результат. Почему? Потому что абсолютно все начинают тренироваться по журнальным методикам, либо методикам, расписанным каким-то профессиональным культуристам, либо парнем, тренирующимся с вами в тренажерном зале. Это ни к чему не приведет. Первые два года вы должны тренировать силу. Силу и только силу. Первые полгода вы должны потратить на то, чтобы выполнять две различные тренировки. День тренируетесь, два дня отдыхаете. День тренируетесь, два дня отдыхаете. Независимо от дней недели. День тренировки, два дня отдыха. Что нужно делать? На первой тренировке вы будете делать приседания и отжимания от грузьев. На другой тренировке вы будете делать становую тягу и подтягивания. У меня есть об этом статьи, которые называются ступени. Четыре ступени есть для новичков. Расписано все от и до. Кто хочет ознакомиться более подробно, пожалуйста, найдите эти статьи или напишите мне и вам скину ссылки. В чем основной смысл в этих тренировках? Вы должны в приседаниях и в становой тяге делать основной акцент на обучение техники. Не важно, какой вес вы используете, какой маленький вес вы используете. в эти начальные ваши шаги вы не должны переходить на большие веса. Вообще, даже если вам очень хочется. Техника, техника и техника. Если вы научитесь делать с техническими погрешностями, то они у вас останутся и потом будут только ухудшаться. Невозможно переучиться. Переучиться придется опять начинать все сначала. Поэтому, чтобы сэкономить время, чтобы лучше начать, начните грамотно. Это что касается становой тяги и приседаний. Что же касается брусьев и подтягиваний. Вы должны дойти до такого состояния, когда вы сможете выполнять 50 повторений за 5 подходов. То есть, вы должны подтянуться 10 раз 5 подходов и отжаться от брусьев 10 раз 5 подходов. Как только вы сможете это делать, это говорит о том, что вы закончили первую ступень. Что делать дальше, я не буду сейчас рассказывать. Об этом есть у меня подробно написанные статьи. Что касается вопросов о стероидах. Нет ничего глупее, чем начать принимать стероиды с первых шагов в тренажерном зале. И вообще нет ничего глупее начать принимать стероиды, пока вы не поймете, что вам это необходимо. Если вы действительно хотите стать профессиональным атлетом, сначала пройдите первые мои 4 ступени. Когда закончится 2 года, вы будете сильным и мощным. Так вот, все спортсмены, которые достигают каких-то серьезных результатов, начинают с силового тренинга. И вам уже будет видно, готовы вы к этому или это не ваш спорт. Большинство из вас забросит это. Я вам гарантирую, процентов 70 бросит уже через полгода. Оставшиеся продолжат тренироваться и к концу двух лет из 100 человек, пришедших в спортзал, останется может быть человек 5 в лучшем случае. Тот лимый человек покажет время. Если вам говорят, что вам нужно чувствовать мышцу, а не вес, вес не важен, это полная чушь. Естественно, когда вы уже опытный атлет, довольно-таки сильный атлет, когда в вашей крови плавают анаболические андрогенные стероиды, вам вообще не важно какой вес и чувствуете ли вы мышцу. Даже если вы будете просто лежать, вы будете расти. Конечно, при грамотном тренинге прогресс будет колоссальным. Но если вы начинающий, не важно, болят у вас после тренировки мышцы, чувствуете ли вы эти мышцы, как можно чувствовать того, чего нет. Так вот, что для вас важно? Для вас важно становиться сильнее, сильнее, сильнее с каждой тренировкой. Время чувствовать мышцу придет позже, когда вы наберете определенный силовой опыт. Поверьте мне, для натурального тренинга нет ничего глупее, чем сосредотачиваться на ощущениях работающей мышцы, особенно для новичка. Вы просто этого не сможете. А спросите даже любого профессионала, к примеру, такие мышцы, как дельты, их настолько сложно прочувствовать, особенно, чтобы они еще болели после тренинга, что не у каждого этого получается. И это не страшно, не страшно. Действительно, грудные мышцы, бицепсы, широчайшие, квадрицепс, очень хорошо можно прочувствовать на определенных тренировочных режимах. Но опять-таки, это все не для вас. Для вас в первую очередь это рост силы. Первые два года. Потом придет время уже переденционного тренинга, основанного на различных типах мышечных волокон. Это действительно правда, и когда вы наберете определенный опыт, вы начнете уже тренировать ваши мышцы. Но представьте себе, тренировать бицепс на 10 килограммах или тренировать бицепс на 50 килограммах. Какой бицепс будет больше? Я думаю, ответ очевиден. Так, на этом закроем эту тему. Следующее большинство вопросов в последнее время мне приходит по BCA-шкам, после того, как я снял о них видео. Так вот, BCA, которые я принимаю, это фирма USP Labs. Не знаю, есть ли в России такая фирма, наверняка сейчас есть. Это как раз-таки те аминокислоты, о которых я говорил, которые усваиваются максимально быстро. У них есть вкус, но у них нет красителей. Это очень важно. И да, если вам сложно пить натуральный вкус BCA-шек, ничего страшного, если они там добавлены какие-то вкусовые добавки. Но ни в коем случае не должно быть красителей. Красители это яд для нашего с вами организма. Я здесь категоричен. Никаких красителей. В порошке это следующий вопрос. В чем лучше, в таблетках или в порошке? Обязательно должно быть в порошке. Почему? Потому что концентрация больше, потому что легче эту концентрацию регулировать, а таблетки не всегда к сожалению являются BCA-шками. Многие производители лукавят и просто прессуют протеин, выдавая его за аминокислоты, что в принципе тоже не является обманом, но не есть правдой. Если вы понимаете о чем я говорю. Нужно ли принимать BCA-шки в нетренировочные дни? Конечно же нужно. Вы знаете, что мышцы растут не во время тренинга, во время тренинга они разрушаются и естественно BCA помогают сохранить их количество. Если у нас не будет достаточного количества BCA в крови, то мышцы как бы будут сами себя разрушать и из этого же материала восстанавливаться. Поэтому нужно пить BCA-шки всегда. Я пью BCA-шки всегда, у меня всегда с собой и дома, и на улице, и в машине есть разведенные BCA, которые я выпиваю в течение дня. В нетренировочные дни можно пить их не важно как. Главное не превышать за раз 5 грамм и разделять их, к примеру, если вы пьете 10 грамм, 5 грамм утром, 5 грамм вечером, не важно 5 грамм утром, 5 грамм в обед, либо в обед и вечером, совершенно не важно. Конечно, лучше всего принимать 20 грамм, разбив их на 4 приема. как вам удобно. Закрыли вопрос, да? Если есть возможность, то в нетренировочные дни принимать BCA также необходимо, как и в тренировочные. Следующие вопросы меня очень много просят рассказать о других добавках. самая популярная сейчас добавка это предтреник. Вы видите, и это сейчас набирает обороты, что большинство профессионалов даже об этом говорят, что предтреник вреден. Действительно, предтреник очень вреден для сердца, для сердечной мышцы. Я об этом вам говорил всегда. можете посмотреть видео мое практически, когда я только начал канал. Я начал с того, что предтреники вредны и употреблять их не стоит. Если уж вы хотите их употреблять, то употребляйте их только в дни самых тяжелых тренировок на ноги и на спину. Лучше же вообще избежать их приема. Избегать их приема. Что я принимаю, и что мне действительно нравится. Это экстракт левзеи. А еще я завариваю левзею корни мне мои друзья из России, из Украины, а у меня друзья по всему миру из Белоруссии присылают или привозят экстракт левзеи и корни, которые я употребляю. Я действительно советую это делать всем. Во-первых, это иммуномодулятор, вы будете меньше болеть. Во-вторых, это прекрасный бустер тестостерона. Возможно, даже лучше, чем трибулус. Почему лучше? Потому что найти настоящий трибулус очень сложно. Настоящий трибулус только из болгарского сырья. Все остальное ерунда. Да, вопрос по креатину. По креатину могу сказать одно. Креатин на меня подействовал, подействовал очень сильно просто неописуемо. Когда я первый раз попробовал креатин, а делал я это 20 лет назад, была такая американская фирма МЛО. Кто помнит, кто с тех пор тренировался, помнит эту фирму, помнит, когда все зарождалось. В России практически были три фирмы Твинлаб, МЛО и Вейдер. Так вот, я купил две баночки по 100 грамм. Первую я выпил за 5 дней как загрузка, а вторую я выпил по 10 грамм в день уже. Так вот, на меня произвело это колоссальное впечатление, которое я не получал потом даже от применения АЭС. Действительно, но сейчас я какой бы креатин не пробовал, последние лет 15, на меня он вообще никак не действует. Просто не знаю. Либо это стало лажа, какие-то подделки, что я сомневаюсь. Не могу сказать вам почему. Но если вы хотите все-таки принимать креатин, то принимайте его в виде моногидрата без каких-либо добавок. На что могу сказать вам со стопроцентной уверенностью любые формы креатина, такие как креалкалайн, которые якобы быстро усваиваются и типа как бы Сашки быстрее действуют, лучше действуют, все это чушь. Нет ничего лучше обычного креатином моногидрата. Все остальное это маркетинговые ходы. Во-первых, это дороже и естественно больше денег из ваших кошельков перетекают в кошельки производителей спортпита. еще по добавкам, которые я принимаю. Хочу вам рассказать два факта, о которых вы не знали. Есть две добавки, которые стали медицинскими препаратами и обе эти добавки получили Нобелевскую премию. Не знаю, почему об этом не говорят, точнее знаю, но уверен, что вы многие не знаете, почему. Да потому, что это невыгодно производителям. Естественно, им выгодно, чтобы вы покупали все то, что вы производите. А 98% того, что производится на рынке спортивного питания, это просто выброшенные на ветер деньги. Так вот, попробуйте ответить, попробуйте предположить, какие это добавки. Но я вам помогу. Потому, что они всегда при мне, я всегда их принимаю. Первое это коэнзим Q10. Эта добавка получила Нобелевскую премию, она стала медицинским препаратом, продается в аптеке. Это говорит о многом. Действительно шикарный продукт, который омолаживает организм, омолаживает наши с вами клетки. Его прописывают многим женщинам, которым уже за 40, особенно у кого климакс. Это о многом говорит. Всем советую принимать. Вы будете себя чувствовать гораздо лучше, но не хуже. Естественно, сами понимаете, как это скажется на вашем организме в плане строения мышечных волокон. И второй препарат, мало кто об этом вообще догадается, это жиры омега. Но когда вы покупаете жиры омега, большинство из вас я уверен сейчас скажет да я пью омега-3. Ребята, это не тот препарат. Нобелевскую премию получил препарат тот, который содержит в себе формулу омега-3, 6, 9. Да, только вот в таком сочетании, когда присутствуют жиры омега-3, омега-6 и омега-9, этот препарат достигает максимальной эффективности и организм получает от него максимальную пользу. Помните об этом, пользуйтесь этой информацией, делитесь ею с друзьями, надеюсь, она вам поможет. Вот практически все, в принципе, о чем я хотел сегодня с вами поговорить. Не забывайте писать свои вопросы, самые интересные будут визуализироваться в наших видео для вас и будут естественно преобразовываться в статьи, которые вы сможете прочитать на моем сайте или в группах в соцсетях и в фейсбуке и в контакте и в одноклассниках есть мои группы Heavy Metal Gym и есть сайт HM Gym. Также найдите его там, в одном месте вы найдете и видео и статьи. Очень удобно. Не забывайте писать вопросы в комментариях еще что хочу сказать если на вас навалилась огромная куча проблем если проблемы давят вам на плечи такое бывает часто такое бывает со всеми ни в коем случае не впадайте в депрессию не накладывайте на себя руки не стоит вообще париться по этому поводу что нужно сделать даже если весь мир упал вам на плечи начните приседать будет только польза действительно будьте позитивными старайтесь любую ситуацию воспринимать как урок намного легче жить когда вы перестаете делить людей на врагов на друзей воспринимайте всех как учителей понимаете как меняется тогда картина вообще вашего жизнеощущения мировоззрения у вас не будет негатива к этому очень сложно стремиться я тоже к этому стремлюсь жена говорит что не очень хорошо у меня это получается но я стараюсь и советую вам это делать тренируйтесь под музыку группы мэновер если под музыку рамштайн железо становится легче то под мэновер вы будете становиться не только сильнее но и мощнее будете получать заряд мощнейший позитива мотивации никакой рэп с этим не сравнится а в следующем видео я вам расскажу о том что такое похудение жиросжигание и сушка почему потому что уже не хватает нервов когда я читаю в говнопабликах кучу информации которая сбивает восторг фитнес бизнес индустрия порождает кучу мифов и когда уже вам все пишут там сушка тела ну просто не хватает нервов никакая не сушка тела сушка нужна только для выступающих спортсменов но об этом поговорим в следующем видео следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал heavy metal gym специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока